Девочка-пай Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Суперсоник, рад приветствовать вас на своем канале. Перед тем, как начинать изучение использования авиационных средств поражения на самолете F-18C Hornet DC Sword II-7, я решил записать небольшой краткий курс по авиационным средствам поражения. Сегодня мы начинаем изучение с бомбы МК-80. Пожалуй, самая распространенная и самая старая бомба, состоящая до сих пор на вооружении ВВС США. Стоит отметить, что МК-80 это собирательный образ. Семейство бомб представлено бомбами МК-81 весом 250 фунтов, МК-82 весом 500 фунтов, МК-83 весом 1000 фунтов, МК-84 весом 2000 фунтов. Давайте сейчас с вами попробуем рассмотреть некоторые варианты авиационной бомбы МК-82. Боевая конфигурация МК-82 может быть модифицирована множеством различных хвостовых оперений, взрывателей и блоков наведения. Различные конфигурации были разработаны в модульном стиле, ядром каждой из которых является корпус бомбы МК-82. Начнем с рассмотрения варианта бомбы МК-82 в классе неуправляемых авиационных свободнопадающих боеприпасов. На данном рисунке показан базовый корпус бомбы МК-82 без хвостового оперения или блока наведения. Бомба может быть оснащена носовым, хвостовым или двумя одновременно взрывателями. Во время войны во Вьетнаме МК-82 могла поставляться как простая железная бомба с хвостовым оперением с малым лобовым сопротивлением, известная как МАУ-93-ДРОП-Б. Его заменило хвостовое оперение БСУ-33. Когда МК-82 оснащена МАУ-93Б или БСУ-33, он действует как типичная неуправляемая авиационная бомба. МК-82 также может быть оснащена хвостовым оперением, предназначенным для замедления его снижения. Например, плавником-замедлителем МК-15 с Некай. Принцип данного замедлителя заключается в том, чтобы позволить самолету-доставщику сбрасывать бомбы с малой высоты. Это очень эффективно использовалось на самолетах АФ-14 в Ираке и относительно на низкой скорости, не задевая самолет взрывом или осколками детонации. МК-15 с Некай широко использовалась во время войны во Вьетнаме и до сих пор часто используется в регулярных военных конфликтах, возникающих по всему земному шару, где используется американская военная техника. МК-15 с Некай был заменен визуально похожим хвостовым оперением типа БСУ-86 от компании Эверден Остер в 1994 году. Еще один способ замедлить спускбомбы МК-82 – это использовать хвостовое оперение с надувным замедлителем воздуха Air, как показано на данном рисунке. Air разрывает валюты с хвостового оперения, обеспечивая возможность доставки на высокой скорости и на малой высоте. В зависимости от требований миссии может быть выбрана конфигурация с высоким или низким сопротивлением. Система Air была разработана для обеспечения более высокой воздушной скорости доставки боеприпасов серии МК-80. И разработана она была в 1972 году компанией Carefa. Для любой неуправляемой авиационной бомбы правильная высота применения, расстояние, скорость и пеленка цели имеют решающее значение для обеспечения точности. Таким образом, навыки пилота являются фактором точного применения этого оружия. Точность можно повысить за счет использования комплектов, которые превращают МК-82 в высокоточный боеприпас PGM, а также за счет использования различных посовершенствованных систем управления огнем. На рисунке вы можете видеть модифицирование путем добавления комплектов наведения в управляемую бомбоустановку ГБУ-38, которая является частью арсенала GDEM, использованных в военно-воздушных сил США и других стран западной коалиции. В семействе боеприпасов GDEM используются комплекты наведения с болтовым креплением, оснащенные как инерциальной навигационной системой, так и технологией GPS, чтобы обеспечить базовый бомбовый блок со значительной повышенной точностью. Блок наведения управления GCI содержится в хвосте. Блок наведения GPS должен быть предварительно запрограммирован на информацию о цели перед сбросом бомбы, но предварительное программирование координат теперь можно выполнять удаленно через канал передачи данных самолета, то есть даталинк, который реализовал он DCS-2.7. Базовый пакет наведения GDEM также может быть дополнен рядом других головок самонаведения, известных как PTHSI, Precision Terminal Humming Seekers. Они могут принимать самые разные формы, некоторые распространенные из них – это изображение в миллиметровом диапазоне, инфракрасное изображение, также известное как тепловедение, и электрооптическое изображение. Функции этих самонаводящихся искателей выходят за рамки данного урока, но их цель состоит в том, чтобы дополнить существующий пакет инструкций GDEM. Пример искателей изображения MMV показан на рисунке. Произошло несколько итераций в совершенствовании производства боеприпасов серии GDEM. Комплекты Laser GDEM были разработаны для дополнения существующих GDEM или голых корпусов МК-82. Повышенная способность боеприпасов поражает движущиеся цели. Военно-морские силы США заказали более 2300 комплект лазер GDEM по состоянию на 2021 год. Также бомба МК-82 служит боевой частью для обвеса ГБУ-12, который использует лазерное наведение вместо наведения инерциального на ГБУ, как на ГБУ-38. Чтобы ГБУ-12 функционировала как нужно, цель должна быть обозначена лазером. Иногда это называется подсветкой, либо окрашиванием цели и может быть достигнуто с помощью второго самолета, беспилотной системы, кружащей на целью, либо с помощью наземного лазерного целеуказателя, переносимого личным составом, либо установленного на транспортном средстве. Бомба должна быть сброшена на правильной высоте, расстоянии, скорости и направлении от цели, чтобы она функционировала правильно. Она использует регулируемые хвостовые плавники, то есть поверхности управления, чтобы направить к себе к точке, отмеченной лазером, но не оснащена двигательной установкой, поэтому возможен только частичный контроль сброса. Как и большинство боеприпасов с лазерным наведением, ГБУ-12 использует лазер, непрерывно освещающий цель, и она боится пыли, дыма, облаков. В этом случае бомба становится обычной железной свободно падающей бомбой. Тот факт, что блок лазерного наведения может выйти из строя в плохих погодных условиях, ограничивает использование этой системы вооружения. Относительная простота лазерной системы наведения противоречит ее точности. ГБУ-12 имеет радиус гарантированного поражения 4 метра при лазерном наведении. Как и серия G-DAM, боеприпасы серии P-Way претерпели несколько модификаций. Advanced P-Way 2. Управляемая помбовая установка ГБУ-49. ГБУ-49, произведенный Python в 2000-х годах, сочетает себе лазерное наведение P-Way ГБУ-12 с блоком инерциальной системы и блоком GPS ГБУ-38. Впервые он поступил на вооружение Королевских военно-воздушных сил Великобритании в 2008 году. Комбинация методов наведения позволяет использовать бомбу либо как боеприпас с лазерным наведением с резервированием по каналам GPS, либо как боеприпас с GPS и инерциальной системой, как на ГБУ-38. По сути, ГБУ-49 обеспечивает точность оружия с лазерным наведением, сохраняя при этом всепогодность. ГБУ-49 имеет радиус отклонения 10 метров при использовании наведения GPS, либо инерциальной, и 4 метра при использовании лазерного наведения. Ну а сейчас вишенка на торте. Самый суперсовременный боеприпас был У-129-B. Это оружие с очень малым побочным уроном, базируется также на бомбе МК-80. Центральное командование ВВС США выпустило директиву и расписало потребность в оружии с очень низким побочным уроном. В результате появился такой боеприпас, как Браво Лима Юниформ 129-Браво, имеющий те же габариты и вес, что МК-82, но с корпусом из углеродного волокна, а не из стали. Вместо того, чтобы фрагментироваться, корпус из углеродного волокна распадается при детонации. Это приводит к локализации ударной волны и значительно снижает естественную фрагментацию, тем самым снижая уровень повреждений за пределом эффективного радиуса. Представитель управления вооружения ВВС США прокомментировал вопрос об эффективном радиусе взрыва С-полков БУ-129-Б в 2019 году. Цитата. БУ-129-Б продолжает оставаться примером успешного применения на нескольких театрах военных действий, обеспечивая оружие с очень низким побочным уроном, чтобы уменьшить непреднамеренное братоубийство. Углеродное волокно БУ-129-Б будет наносить в 3 раза меньше побочный ущерб по сравнению с боеголовкой МК-82 в стальном корпусе, а фугасный корпус вольфоровом корпусе имеет более высокую летальность в ближнем ход к бою. Фактические цифры данной характеристики данной бомбы засекречены. Но стоит отметить, что она неоднократно применялась в Ираке и Афганистане с беспилотных летательных аппаратов Коалиции. Вот в принципе и вся информация на сегодня об авиационных средствах поражения, свободно падающих, управляемых и корректируемых авиационных боеприпасов, которые используются в DCS World 2.7 на разных типах летательных аппаратов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, дальше будет интересно. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!